привет друзья добро пожаловать на игру вязание на выживание 4 и это третья неделя в которой мы вязали тему из рук руки а сейчас хочу познакомить вас с нашими участниками а сразу же хочу поставить табличку кто же занял 1 2 3 место вот она и хочу познакомить вас с спонсорами магазин пряжи master yarn в этом магазине вы можете найти бобину и моточную пряжу и куча вдохновения магазин пряжи модное хобби от аурики медведева здесь пряжа ручного крашения очень красивая и особенная и в этом году аурика даже покрасил уже рождественскую пряжу amazing wool магазин также находится в нидерландах здесь вы можете найти тоже бобинную и моточную пряжу магазин пряжи вазамания находится в беларуси и здесь тоже есть куча вкусненькой симпатичной пряжи магазин пряжи обель нет находится в германии и алена продает бобинную пряжу и пряжу ручного крашения а также здесь вы можете найти разные маленькие приятные аксессуары магазин пряжи wool ride это магазин outlet аулетные пряжи и здесь также куча вдохновения сейчас хочу поговорить о магазине нит маркер они продают маркеры ручной работы очень красивые и милые качественные а сейчас давайте о дизайнерах а и о совместное вязание здесь вы можете найти различные мастер-классы на взрослые детские вещи и сумочки пани маркевич это я на маркевич она также пишет такие стильные и уютные описания нато фокси также очень знаменитый дизайнер у нее очень интересны современные модели а а сейчас хотела бы рассказать о голосовании кому какое место я подарила первое место я отдала олечке вязание из германии магнолия она связала шапочку для дочки двухсторонним жаккардом и видео олли вы можете увидеть схемы подробно рассказывает как она вязала второе место я отдала анюте тоже за шапочку с котами эта шапочка тоже двухслойная но связана совершенно в другой технике интерсия с вышивкой и в своем видео анюта подробно рассказывает как связать такую шапочку и как она ее вязала так что кому интересно заходите и третье место тоже достаточно интересной работе подарила я перочки так как я не смогла удержаться и пройти мимо этой прекрасной шапочки которая так популярна в канаде которую вера связала из мериносика и которая будет греть ее этой зимой а сейчас давайте поговорим о проекте привет друзья наконец-то решила записать видео начало своего проекта для темы из рук в но здесь не лежат эти пряжи всех с которых я буду выбирать и вязать нет это вы видите здесь подарок от веры которые она привезла мне когда приезжала ко мне домой но к сожалению с того времени я еще не выпустила видео у меня должно было видео я записывал с огромной распаковкой пряжи там еще другие видео с на которые вы так еще и не увидели надеюсь что я их все же смонтирую и поставлю на youtube и также видео с нашего отпуска и что этом вязала еще в августе снимала да но возможно я их еще поставлю и вы их сможете увидеть и так как я хочу проект вязать из пряжи которым вера подарила я решила уже сразу показать вам весь подарок вот к этому подарку еще не хватает здесь пасмачки пряжи с которой я вязала мы с верой вместе красили я вязала носочки на первой неделе игры вязания на выбывание то есть вера привезла белую пасму мне она тоже здесь была вот дальше она подарила мне вот такую вот красивую пряжу которую она купила на распродаже у них там была такая распродажа как гараж соил они у нас называются и там можно она себе купила разную пряжу и обо мне не забыла и мне очень приятно и она знает мои любимые цвета такая расцветочка мне очень нравится и вот она привезла два таких моточка по 50 грамм здесь 75 процентов супер вошь и шерсть и 25 полиамид вот такой вот антиквариатной этикеточкой вот очень мне нравится то пряжа и обязательно я свяжу из нее для себя дальше она привезла мне вот такую вот шерсть красивую вы наверно кто следите за мной знаете что я начала прясть и когда вера подарила мне эту шерсть мне прям хотелось к ней сразу приступить потому что она очень красивая такая косичка видите она очень мягкая потому что здесь 75 процентов меринос и 25 саре шелк но у меня на двух веретенок два проекта на одно я приду 400 грамм там у меня меринос шелком который я должна спрясть и это должно быть на плечевое изделие а на втором веретене у меня шерсть который местную покупала просто вечер такая хрубая шерсть и мне тоже нужно ее спрясть и соединить с другой серой нити вот и я это тоже покажу вам все поэтому у меня вот это ждет им я сейчас вижу две но не окрашенные да такие натуральные молочные белого цвета осмотрю на эту и очень хочу ее тоже попрясть вот а вот здесь виновник этого всего торжества из которого я буду вязать варежки такие теплые зимние для темы из рук в руки это пряжу вера привезла с англии когда она ездила это британского производства тут написано сто процентов британская шерсть но здесь 100 грамм 120 метров и здесь смотрите это в этом составе три вида овечки здесь 50 простите у меня там дети играют на заднем плане надеюсь что не очень громко я дверь закрыла но они же конечно не помнят о том что мама делает видео да вот здесь 50 процентов blue фейс лестер 25 процентов вэнсдейл лонгул и 25 меша очень классно тк а это и здесь рекомендуется 6 5 миллиметров спицы я не знаю себе хватит на пару варежек здесь 100 грамм вообще-то должно хватить да но у меня если было может мне на бросовую нить набрать и далее вязать саму варежку а потом резинки отвязать и если не хватит вот этой классно такой тюк лучей шерсти тогда резинки вывязать у меня есть немножко там остатки небольшие моточки ярко может быть нам по цвету подойдет в общем не знаю начну вязать мне очень нравится очень рада вот пожелайте мне удачи в этом проекте пока что пока подключусь еще хочу так с руки показать вам что у меня здесь получается вы видите уже две варежки которые уже связаны но у них нет пальчиков и здесь есть такая вот полоса идет на этой полосе я хочу вертикально сделать две полосочки желтого и голубого цвета вот который будут презентовать украинский я хочу чтобы эти варежки напоминали мне моего папу который недавно перешел в мир иной так может сказать нежно и эти варежки будут мне его напоминать украинский флаг привет девочки я очень рада представить вам свои варежки которые же полностью готовы и как у меня на мои варежки ушло 60 грамм вот этой прекрасной британской шерсти и осталось 25 грамм хотя я думала что моточки должно быть 100 грамм но там так написано да но получается 60 грамм ушло и 25 грамм осталось вот варежки получились такие классные теплые пушистые конечно я сделала фотографии чтобы вам их показать но они очень мягкие распушивались так классно и я еще надеюсь что когда буду носить возможно они вот такие вот станут немножечко подваленными возможно вот но мне очень нравится что получилось это моя будет память такая про папу вот они сбить и такие как можно было бы сказать что и мужские знаете как бойфренд святер а тут вот будут папаны варежки такие будут греть меня зимой и душу и руки вот и украинский флаг здесь будет напоминать мне вот на в принципе такие варежки можно связать да есть и выше цвета любой страны до которой вам родиной где вы живете то есть и канадский можно было бы сделать белую красную полосочку например вот но так вот когда тепло одеваешь прям рука руке так хорошо тепленько знаете греет вот и у меня здесь осталось и я раздумываю либо связать полосочку для волос либо митонки и конечно как всегда в конце этого видео я хочу показать вам но фотографии да как я фотографировала эти варежки вот и хочу объявить тему нашей следующей неделе унылая пора а чей очарование так что можно вязать эта тема такая как бы немножко похоже как и в прошлом году у нас было какой цвета осень да там было уже как такой полет фантазии да вот как хочется так можно связать уже очень-очень огромная фантазия до такой широкий спектр вот но мы договорились что это ну как во всем этом в этой игре бы дали по аксессуары либо что-то для дома такой уютненькая но здесь можно как бы либо жаккард дать цвета листьями сделать можно в осенних красках любое стены сделать для себя или на подарок аксессуарчик для дома давно то есть очень такое задание которое можно быть дает возможность быть очень креативным я уже несколько за идеечек перебрала и поменяла в общем посмотрим на чем я остановлюсь и об этом вы узнаете на следующей неделе и также хочу попросить вас не забывайте проходить в инстаграм и голосовать за наши работы вот потому что работы появляются в понедельник да а итоги голосования появляются но за прошлой неделе в среду вот а когда вы лайкаете наши работы у нас появляется шанс получить титул зрительских симпатий и также тоже не забывайте участвовать потому что победители будут среди зрителей тоже да под хэштегом ставьте свои работы а мы будем смотреть и выбирать кому каждый из нас пошлет подарочек ну вот так что это очень-очень радостно но давайте пройдем и посмотрим мои готовые варежки на мне а 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 Субтитры подогнал «Симон»